Главный архитектор метро Гипротранса Николай Шумаков в студии 25 часа. Добрый вечер, Николай Иванович. Добрый вечер. Вы ведь не только проектируете метро, вы ведь, вероятно, и пользуетесь метрополитеном. Я активный пользователь на протяжении всей жизни именно метрополитеном. Любопытно узнать вашу оценку, в каком состоянии сейчас метро наше? Нынешнее состояние, состояние сегодняшнего дня достаточно плачевное и печальное. Почему? Потому что нам катастрофически не хватает метрополитена. Вот те 300 километров, которые мы имеем на сегодня, а в Москве сейчас с вводом Марьиной рощи появился 0,03 километра, катастрофически, еще раз повторюсь, катастрофически не хватает для Москвы. Скажите, вы ратуетесь за то, чтобы удлинять существующие линии или строить новые? Нет, я ратую за то, чтобы комплексно развивать сеть метрополитена. И удлинять, и вести вдоль и поперек, и делать пересадочный контур, и делать большое кольцо. Это комплексная программа. Я сейчас попрошу вывести на наш большой экран вот эти планы по развитию московского метрополитена, и там будет видно, где появятся новые линии. Вот давайте-ка с вами посмотрим. Вот это северо-запад, да? Вот смотрите, пошла новая хорда какая-то. Для того, чтобы не ехать в центр? Для того, чтобы не ехать в центр. Вот юг. Вы понимаете, у нас сейчас все линии, буквально все, перегружены кто на 80%, кто на 100%. Дикая перегрузка. 8 миллионов в день. Это для такой сети метрополитенов немыслимая цифра. В Нью-Йорке полторы тысячи километров, пассажир поток в два раза меньше. То есть там 4 миллиона при полутора тысячах километрах. Вы представляете, и тоже в Париже, и тоже в Лондоне. Будем развивать сеть метрополитена, и метрополитен выздоровеет. Он оживет, он там стрепенется, появится воздух в вагонах, метро на станциях. Поймите мою опасность. Гляньте на эту карту. Если мы будем продолжать линии, просто еще с большего числа станций люди потянутся к центру. Просто так сконструировано наше метро. Сконструировано метро наше так, как сконструирована Москва. И поэтому есть центр, дико перегруженный, и куда уже нельзя привозить пассажиров. Есть кольцо метрополитена, куда тоже нельзя привозить пассажиров. Поэтому надо всех периферийных пассажиров подхватить на так называемом третьем пересадочном контуре, для того, чтобы они не ехали в центр. От делового центра мы поедем через Большой Сити с четырьмя станциями. Приедем на станцию Полежаевскую, существующую. Будет станция Хорошевская. Она будет пересадочная на Краснопресненскую линию. Дальше мы пойдем на Ходынку. Пройдем там без пересадки, потому что там пока метро нет. Выйдем на Динамо, пересядем на зеленую ветку. После Динамо придем на Нижнюю Масловку. Это будет Савеловская. Еще одна пересадка. То есть мы максимальное количество пересадок создадим. И более того, этот третий пересадочный контур замкнется в конце концов. То есть все линии мы подхватим до... Он замкнется по всему кругу? По всему кругу. То есть вот сейчас мы кусочек только... Более того, появится еще большое кольцо метрополитена. Еще, еще дальше. Здесь на одну-две станции... Мы же смотрим развитие до 2015 года. А вы ведь... А мы смотрим и до 2015, это 78 километров по планам партии правительства. А до 2020 года 120 километров. Поэтому вот до 2020, я вам сказал, первый участок от делового центра до Савеловской. А далее мы замыкаемся в конце концов и переходим опять на деловой центр. А что за станции это будут? Знаете, что меня, ну так, отчасти встревожило? Слова о том, что необходимо перейти к поточному строительству станции метро по типовым проектам, а не индивидуальным. Не будет у нас вот опять вот эти столбики, столбики, столбики. Илья, печалиться не надо. Все будет прекрасно. Мне нравится ваша обсуждение. По одной простой причине. Есть достойные архитекторы, которые занимаются архитектурой московского метрополитена. Есть мощный институт метро-гипертранс, который не позволяет себе и другим делать плохо. А типовые станции на самом деле, нами, опять, нами были разработаны несколько типов, типовых конструкций. Мелкое заложение, глубокое заложение, мелкое заложение, три типа. Ни одна, ни две, как раньше было, три типа. Глубокие станции выбраны самой оптимальной, самой интересной с точки зрения превращения в шикарную архитектуру. Две станции, колонная станция, пилонная станция. Вот знаете, откуда вообще появилась типовая станция? Вот почему она сейчас прозвучала? Смотрите, 300 километров имеем за 80 лет существования метростроя. Вчера был праздник, 80 лет. За 80 лет мы построили 300. За 9 лет, которые нам предстоят прожить бурные годы до 2020 года, мы должны 120 километров. 120 или 128, там цифры несколько разнятся. Поэтому темпы гигантские. Для того, чтобы гигантские темпы поддержать, нужно проекты иметь сейчас. Вот чтобы строителям развязать руки, чтобы они повсеместно вышли на все площадки, которые намечаются, им нужно в руки уже дать проекты. Если мы по старой системе будем работать, то есть индивидуально к каждой станции подходим, и каждую станцию решаем индивидуально, по тем или иным соображениям, ничего не получится. Но проекты эти есть. Проекты эти делаются. Ряд проектов уже сданы в экспертизу. И в ближайшее время мы получаем их из экспертизы. И одновременно со строителями выпускаем рабочую документацию. А строители уже лопаточками роют землю, ставят конструкции и ждут вот этих самых новых составов. Благодарю вас. Николай Шумаков, главный архитектор метро Гипротранса. Он был приглашен экспертом программы. Мы говорили о перспективах развития московского метро.